Куда пойти учиться после школы? Как выбрать специальности? Какие профессии сегодня наиболее востребованы? Выпускники школ сейчас стоят перед серьезным выбором. Для них высшие учебные заведения с 7 апреля проводят Дни открытых дверей. В Центре одаренных детей и молодежи Эдкер состоялся брифинг ректоров вузов Чувашии. На связи с ними в режиме онлайн были и будущие абитуриенты. К прямой трансляции подключились более 300 школ со всей республики. Обращаясь к выпускникам, профильный министр Алла Салаева акцентировала внимание на том, что от их выбора сегодня зависит будущее всей республики. Ведь специалисты высокого уровня – основа развития экономики всего региона. У Чувашской республики замечательный потенциал. Это наша с вами Родина. И впереди у вас, конечно, стоит серьезный выбор. Поехать куда-то или выбрать высшее учебное заведение здесь. Наши предприятия вас заинтересованы, и мы с вами вместе готовы отстроить вашу личную траекторию развития, подобрать интересные проекты, включить поддержку и с точки зрения стипендий, и с точки зрения дополнительных условий. Вы нашей республике нужны. За круглым столом руководители крупнейших вузов республики. Здесь готовят высококвалифицированных специалистов по всем отраслям. Ректоры детально рассказали об условиях приема, направлениях подготовки, преимуществах. На экране для особой наглядности ролики, которые подготовили студенты для абитуриентов. Прокачать вас ли в науке или навыки в медиа, поскорить всех своим творчеством или добрыми делами, покорить их груз, и найти новых друзей, множество путей в одном универе. Параллельно в чате прямой трансляции учащиеся школы родители задавали ректорам волнующие вопросы. Могут ли студенты чувашских вузов стажироваться за рубежом? Изменится ли в этом году порядок приема вуза и... Какие самые востребованные специальности в Чувашии до сегодня? Какие профессии будут востребованы через пять лет? Чувашия и Чебоксара – это зона, город, релестроение, флагминг российской электротехники. Это инженерные направления и строительство, и машиностроение, и радиоэлектроника, и энергетика электротехника. Все они пользуются достаточно высоким спросом. Градообразующие предприятия с высоким уровнем зарплаты всегда нуждаются в кадрах. Также в перечень востребованных добавятся цифровые компетенции, причем абсолютно во всех отраслях. Что касается сдачи ЕГЭ, то здесь внесены некоторые поправки. Впервые сдают их только все, кто действительно принял для себя решение поступать в вуз. Кроме того, если раньше ребята строго сдавали русский, математику и профильные предметы, сегодня есть новшество, благодаря которому у абитуриента возможность поступить в высшее учебное заведение возрастает. Русский и профиль математик обязательно, но если ты сдавал еще экзамен по информатике, помимо физике, ты можешь принести лучший результат. Либо по информатике, либо по физике. Вот мы видим, что в прошлом году у нас 687 ребят сдавали информатику. В этом году уже будет более 1100. То есть вот это тот самый резкий рост, и мы понимаем, что это тренд, который сегодня актуален. Они чувствуют в этом силу. И все же лучше один раз увидеть. В дни открытых дверей можно будет поближе познакомиться с педагогами вузов и уже более осознанно сделать свой выбор. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.